МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации Талерадоя компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите угоэтым выпуском. Жнево на финише. Полова района у Гомельской области адрапортовала об завершении уборочной кампании. Место сустречи – партизанская крыничка. На выходных у Гомеля ушановали память бойцов от Рады Большавик. На вольнице дожджи и прохолода. На двор я на гэтым тыдні зменять характер. А зараз об гэтым іншым – больш подрабязна. Масовая уборка сбожжевых завершается у Беларуси. Подадзенных на сене Украине намолочено амаль 7 млн тонн сбожжа. У агульном намолоте уклад аграры у Гомельской области – 965 тыс. тонн. Господарки нашего региона убрали амаль 97% палеу. 10 районов адрапортовали об 100% обмолоченных площав. Самый важкий каравай сёля – это у аграры у Речицкого района. Амаль 104 тыс. тонн. На другим местам по сборы будет Кашалевский район с показчиком у 100 тыс. На выходных у Гомеля пройшли мероприемства, присвеченные партизанскому отраду «Большавик». Он был створен в Жнивне 1941 года подчас оборончих боев за город и вызначился широком поспяховых операций супраць оккупантов. Место дислокации партизанского отрада отрималось у строгой тайне. Зараз оно вядомо гомельчанам, як партизанская крыничка. Про цех темы в наступном материале. Место для размешения базы отрада выбирали старанно. Неопошнюю ролью отыграла наявность крынишки с пятной водой. И она день шла навод яши некольких годов тому, але в связи с сухим надворьем и понижением узровню грунтовых вод зараз стратила свое значение. Першопочатковый состав отрада «Большавик», створенного 17-го Жнивня 1941 года, коля 50 человек. В неде простый день партизаны вышли на первое боевое задание. Обстреляли воружие автомашины на Шарниговской шаши. Дарыша миновита дякуючий бойцам отрада. Окупанты значно обмежовали рух транспорту у ночных час. Партизанские засады были вельми эффективным методом боротьбы. Хоть и самим партизанам приходилось нелегко. Я побыл и у партизанных, побыл и в армии. Я оцениваю. Конечно, в армии легче намного. А тут не знаешь, с какой стороны тебе могут стрелять. Или справа, слева. В армии фронт есть, участок. А землянки делали как? Яму выкопал, перекрыл, двери сделал. Но находили любыми путями в деревнях эти буржуйки. Областный музей военной славы, куда запросили у дельников расистостей, огучиваются лишь бы. За час боевых деяний у партизаны гомельского злучения знищили амаль тысячу четыреста ворожих эшалонов. Узарвали каля 45 тысяч чугунышных рэек. Подбили 184 танки и бронемашины. Сюды ж можно додать статистику полесского партизанского злучения. Только уперед с листопада 43-го по люту 44-го яны пустили под ухил 105 эшалонов, знищили больше, как 6 тысяч гитлеровцов. И навыц сбили 5 самолетов. Это не только диверсионная деятельность, скажем, нападение на гарнизоны, но это ведение разведки, потому что разведка аэродромов, складов, потом, так сказать, работа радиостанций, передача на большую землю, и бомбардировки и так далее. Естественно, выявление коллаборантов, то есть были, так сказать, специальные группы, которые отслеживали, потому что у партизан было налажено тесное сотрудничество с подпольем. Все, кто служил фашистом, брались тоже на собый учет, поэтому разносторонние деятельности. Конечно, в рельсовой войне сыграли важную роль это уже в операции «Багратион». Неколи командир партизанского излучения, герой Советского Союза Петр Вершигара назвал своих боевых сябров людьми с шистым сумлением. Гэты слова можно отнести до усих грамадян, которые измагались с ворогом за линией фронту. Нажаль только, что сённяс партизан от рада большевик. У живых не засталось уже ни одного человека. Олесин Сюров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, Телерадо компания «Гомель». Для наймальников – допомога у пошуку кадров. Для суискальников – макчимость выбора. Для молодей – старту профессию. Кермаши вакансий користаются всё большим попытом. А кроме выполнения своей непосредной задачи, они дают макчимость проанализовать ситуацию на рынку працы в особном регионе. Так, в Мазырском районе у першиню колькость вакансий перевысила лик беспрацованных, которые стоят на офицейном улике. В первую очередь – запотребованные будовничные специальности. Подробности у корреспондентов телеканала «Мазыр». Мазырские будовничные организации мают в острую потребу у специалистов. Потребуются муляры, бетонщики, монтажники. Будовничий рынок, после некоторых азатиша, ажиу. Почалося у заведения буйных объектов. Кермаш вакансий дае макчимость наймальникам особисто сустреться с уискальниками працы и обмерковать усе умовы. Мазыр, кроме строя, строительная организация, я думаю, на слуху она города. Поэтому постоянно нуждаемся в рабочих строительных специальностях, ежегодно пополняется за счет молодых специалистов через центр занятости и так далее. То есть в настоящее время в связи с увеличением объемов работ у нас возникла потребность рабочих основных строительных специальностей, таких как бетонщик, каменщик. Это основное. Во управлении по праце, занятости и социальной обороне насельництва отзначают становучую тенденцию. Колькость вакансий на парадок перевышает лик беспрационных, якея стоять на офицейном улику. Стало традиционно уже проводить мини-ярмарки вакансий, проводимые для конкретных определенных групп населения. И сегодня в связи с тем, что оживилась наша строительная отрасль и увеличилось количество заявленных вакансий, мы приняли решение провести ярмарку вакансий строительных профессий. И сегодня все, кто имеет эту профессию, имеют возможность поговорить одновременно с несколькими нанимателями, и что увеличивает их шанс получить и найти работу. А кроме будовничных специальностей, на бирже есть вакансии актеров, акробатов, хореографов, продавцов и навод директоров. Виктория Синицкая, Юрий Харабец, телеканал «Мазыр» специально для телерадио компании «Гомель». Гомельская пахроничная группа рыхтуется отзначать свой юбилей. У якости пахроничного отрада она была створена 20 годов тому. На первые дни святошной даты Олег Сенсеров наведал неколькие подразделения, которые можно назвать «незвычайными». Часовый пограничный пост. У склада гомельской пограничной группы таких подразделений больше нема. Кролый год в лесе, коли не служба, житье тут, напевно, можно было прорвнять до курортного. Трапить сюды грамадянской особи без дозволу и узкоднению немащима. Для этого необходимо передолить специальный сигнализационный комплекс. До белорусско-украинской межи отсюда около 700 метров. По судности, журналисты телерадио компании «Гомель» первые, кто знакомится с этим подразделением. У свой час пост починался из трех палаток. Сегодня все военнослужащие живут в домах-вагонах. Ведомый вырос советских часов об необходимости передоливания тяжеров и неогодов военной службы зараз уже не вельми актуальны. Служба заразумела мая своей складанности, а для здоровья и жития солдата на первом месте. Гэта же до речи относится и до еще одного незвычайного пограничного подразделения «Заставы Асаревичи». У адрознений от усих инших «Заставы Беларуси» ее особовый состав базируется на перерубленной под потребы пограничников в брандвахте. Тут и спальная помешканья, и кухня, и помешканья для заховывания сброи. На берзе только гараж и господаршие побудовы. При необходности такое судно можно переместить у любое место. Правда, ручными пограничниками военнослужащих этой «Заставы» пока никто не называет. У речи и не рассеяны у сего некакие тыдни. На данный момент ведется благоустройство территории военного городка, обустройство объектов и инфраструктуры пограничной «Заставы». Но, тем не менее, личный состав пограничной «Заставы» обеспечен всеми видами довольствия, которые необходимы для эффективной охраны государственной границы. Аутажир Википедия вызначает, как винтокрылый летальный аппарат. На узброение гуманской пограничной группы таких некакий одинок. Экипаж машины – два человеки. Отлеглась перолёту без дозаправки до 500 километров. При том, что взлетать автажир может практически с любой твёрдой поверхности. По маневренности он хоть крыху и соступает вертолёту, зато изначно перезуходит самолёт. Пограничники выкористовывают эту технику, как для патрулевания территории, так и затримания порушальников. У сполучения с наземными силами эффект отрывается максимальный. В оселяхим выпадку ни на учебных, ни на соправданных затриманиях подбегнуть покарания не отрывался ни у кого. Уникальное подразделение – это мобильная группа автажиров. Сейчас мы применяем автажиры непосредственно в охране государственной границы. Это очень удобный летательный аппарат. Да, он небольшой по размеру, но он очень маневренно, очень мобилен. Олег Сентяров, Валерий Копанько, телерадокомпания «Гомель». На змену спякоте пройдет прохолода. Характер на двор язменится уже завтра. Верогодность на вольнице на ближайшие сутки – 90%. Температура поветра в ночи в складе – 16-18, в день от 18 до 20 тепла. Моцные дожди чекаются в Сираду. Слубки термометра упакажутся от 16 градусов в ночи до 21 день. У четвер максимальная температура поветра в складе – плюс 20. У пятницу – плюс 23. По передних дадзинах на выходных будет ледь выше за 20 градусов. Могчимы опадки. ГТ, а так само и иншие новины, вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgumil.by. Далее у эфира «Спортивный огляд». З новинами спорта вас познайомить мой коллега Максим Савин. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!